Добрый день, дорогие друзья! Я Никифорова Людмила, бренд Амбассадор Бернина. И сегодня с вами мы рассмотрим работу устройства для косой бейки в сочетании с лапкой номер 95. Шить с вами мы будем трикотажную футболочку. В основном вся работа будет выполнена на оверлоке, так как это трикотаж. А вот низ рукавчиков, низ футболки и горловину мы оформим косой бейкой, причем трикотажной, при помощи вот этого устройства. И тот, кто досмотрит наш мастер-класс до конца, познакомится с работой этого устройства еще на одном очень интересном изделии. Итак, приступим. Хочу обратить ваше внимание на то, что футболка двухцветная, ровно половина черная, вторая половина белая. Как выполнить крой? Вот у меня деталь переда, вот деталь спинки. Две ткани, белую и черную, складываем лицом к лицу. Ну вот, если так разложить, это вот было, вот край ткани, вот кромка, да, и две ткани у меня было, это вот еще рукав. Значит, не перепутайте детали вот другой стороной. Нам очень важно, чтобы линия бокового шва была одна деталь целиком черная, а другая деталь, если мы их перевернем, целиком белая, тогда мы получим ровно половину, чтобы у нас не получилось белая-черная, белая-черная. То есть нам важно, чтобы ровно посередине было белая на спинке, а с черным соединялась, вот как это здесь, да, и также ровно половина на полочке, на переде, вот у нас будет сочетаться. Еще раз два бока. Вот, это у нас две детали спинки, две детали переда, вот сейчас прикол, это выкройка, и точно так же сделан деталь рукавчика. Ну, здесь гораздо проще, здесь не надо учитывать нам, где соединение, на передней полочке, на задней. Здесь просто лицом к лицу два слоя ткани и вот рукавчик. Это половинка, это вторая половинка. Рукавчик пока убираю в сторону. Приступим к сборке двух полочек. Первое, что нужно сделать, это собрать шов по спинке, шов по переду. На нижний петлитель я ставлю черный цвет, потому что заутюживать я буду шов на черную сторону, потому что если я заутюживаю его на белую сторону, он будет просвечивать. Итак, для сшивания вот этого шва и вот этого шва в оверлоке у меня стоят три белых нитки. Это верхний петлитель и две иглы. На нижнем петлителе стоит черная нитка, потому что она будет вот здесь с изнанки, так сказать. Сшиваем, откалываю выкройку. Шов, который мне предложить, у меня мелом намелен. И то же самое на спинке. Вот сейчас я... здесь он пошире, потому что это кромка. Я сейчас это уберу оверлоком. Приступим к сшиванию. Шить я должна по белой стороне. Мела у меня порядка один сантиметр. Кладу под лапку так, чтобы правая игла шла вот в районе этого сантиметра. Ну, идем на влажно-тепловую обработку. Как я уже сказала, заутюживаем на черную сторону припуск. Это была спинка. Теперь полочку. Шовчик ушел на темную сторону и здесь вот ничего не отпечатывается. Следующее, что нам надо, если вы обратили внимание, на лицевой стороне на полочке были декоративные строчки. Сейчас я их намечу и буду выполнять. Ну, эти линии будут делать хаотично. Если 6, то есть у меня 3,3, вам будет маловато, но можете сделать больше или наоборот можете сделать меньше. Так, ну, сейчас мы их проложим, эти строчки. Вот эти все швы, это имитация плоского шва. Сейчас я покажу, как он выполняется. В этом шве используются два петлителя и игла. Я выбрала левую, чтобы он был пошире. Значит, нить Аэрофлок ставится на верхний петлитель. Когда я буду делать на белой части, то в левой игле будет стоять белая нитка и на нижнем петлителе будет стоять белая нитка. Когда я буду делать на правой, на черной части, то, значит, у меня будет нить в левой игле черная, на нижнем петлителе черная, ну, а на верхнем петлителе так этот Аэрофлок и будет оставаться. Это нужно для того, чтобы вот здесь вот на черном фоне у вас вот эти ниточки были черные, а вот здесь на белом фоне вот эти ниточки были белые. Итак, сейчас приступим к заправке. Так, ну, первое заправила белые нитки, поэтому буду на белой части выполнять. Выполняется этот шов на лице, то есть мы складываем изнанка к изнанке, вот по тем линиям, которые я мелом нанесла. Нож в данном случае нужно опустить. Ну, настройки плоского шва у каждого оверлока свои. Вот он как получился, вот с изнанки. Теперь его, чтобы раскрыть, мы вот так вот две стороны растягиваем, и он получается плоский. Сейчас я выполню все шовчики и пойду на ВТО, и они еще больше разойдутся, разгладятся. Так, строчки на белой половине я выполнила, сейчас буду делать на черной. Я поменяла ниточки на нижнем петлителе и на верхнем петлителе, и сейчас буду их делать на черной половине. По моим линиям, которые я размиловала, складываю лицом, изнанкой друг другу, лицом наверх. Белые я уже раскрыла шовчики, вот сейчас я на черной стороне это сделаю. Ну и давайте все это дело отпарим. Итак, собирать футболочку начинаем с белой стороны. Значит так как прошла маленькая усадка на плече, ничего страшного, я эту часть плечика немножечко вот так растяну, сколю здесь и здесь, и прострочу на оверлоке. Влажная тепловая обработка, потом это все выправит. Шить буду по этой стороне, потому что заутюживать будем на сторону шпинки. Я перезаправила оверлок, сейчас здесь все четыре белые нитки, конечно его перестроила. Собираем плечо, делаем ВТО. Так, сейчас я приколю к пройме рукав, вот это изнанка, а не перепутать, да. Я отметила центр, его к плечевому шву. Так, ну иду собирать. Сейчас моя задача косой бейкой обработать низ рукава. Идем к машине. Устанавливаем на машину устройство для пришивания косой бейки. У меня на 20 миллиметров вообще есть три разновидности для косой бейки, которая фальцованная, это вот данное устройство. И есть три разновидности разной ширины для косой бейки, которая не фальцованная. Это та бейка, которую вы можете сделать из той ткани, из которой еще эти изделия и оформить ею край. Данное устройство работает в сочетании с лапкой номер 95. В инструкции она на нескольких языках. Вот на русском языке здесь есть описание на 64 странице. И вот здесь прописаны все размеры этих устройств, которые бывают. Еще раз, кальцованная косая бейка, то есть это готовая, которая, края завернуты. Ширина этих устройств бывает на 13, на 20, на 25 миллиметров. То есть, в зависимости от той ширины, какой вы хотите окантовать то или иное изделие. Я выбрала 20, потому что у меня такая косая бейка. Вот. А не фальцованная косая бейка, здесь у нас устройство тоже три размера. Это 28 миллиметров, 32 миллиметра и 38. Это в готовом виде косая бейка, которая будет закладывать вам с двух сторон бортики, так называемые, да, и будет пришиваться к тому месту, которое вы окантовываете. То есть, выбирайте на свой вкус, какой из устройств вам лучше подходит. Так, теперь мне само устройство нужно поставить. Оно должно устанавливаться таким образом, чтобы вот это само устройство, в которую будет подаваться косая бейка, подходило максимально близко к лапке. И тогда косая бейка будет заходить под лапку. И между косой бейкой я буду укладывать край своего изделия. Для того, чтобы его установить, вот у нас есть здесь два винта. Один винт у нас крепит вот это устройство, которое у нас отодвигается. И мы можем сюда заправлять косую бейку. А вот эта вот часть этого устройства стоит стационарно. Первое, что я соединяю, это вот этим винтиком одну деталь к другой. Сейчас я пока плотно затягивать не буду, потому что я должна подвести это устройство к лапке. Мне нужно, чтобы вот эта часть устройства упиралась в лапку, а вот эта заходила максимально близко к этой части. Но оно, пожалуй, оно, наверное, так и заходит. То есть можно в таком состоянии ее уже крепить на корпус машины. Вот. И проверяю, как у меня двигается это устройство. То есть вот у меня сейчас есть люфт туда-сюда подвинуть. И для того, чтобы оно упиралось в лапку, вот я подобрала эту позицию и затягиваю винтик. И вот эта часть у меня сейчас может свободно ходить, которая позволит мне спокойно сюда подать косую бейку, довести и приступить к работе. У меня есть косая бейка. Вот я выбрала эластичную косую бейку, потому что я шью трикотаж, и если я взяла бы хлопчатобумажную, то, ну, трикотаж не тянулся в таком случае бы. Вот. Я должна подать эту косую бейку в устройство. Чтобы это было удобно сделать, я могу вот так вот его отодвинуть. Можно иголочкой сюда вот его продвинуть, эту косую бейку. И вот она у меня здесь вышла. Немножечко выдвинуть таким образом, чтобы она заходила под лапку, чтобы у меня была возможность слегка при старте за хвостик ее подтянуть. Значит, опускаю лапку. Видно, что я попала под эту лапку, да. И сейчас мне в этот промежуток нужно положить мое изделие. А это у меня будет рукав, низ рукава, который я только что к футболке пристрочила. И начинаю потихоньку шить таким образом, чтобы вот хвостик сначала слегка обхвачу, потому что она эластична. Можно вот здесь слегка ее принатягивать. Это все-таки резинка. Вот сейчас сзади видно, что она шьется. В общем-то равномерно она и не растягивается и не посаживается. Краешик я обрезаю. И идем на ВТО. Абсолютно одинаковое расстояние от края, где проложена строчка, что с изнаночной стороны, что с лицевой стороны. Просто, ну, руками так сделать. Ну, искусные мастерицы так сделают, конечно, руками, но это будет не с такой скоростью, с какой скоростью я сейчас выполнила пришивание при помощи этого устройства. Так, следующее, что мы делаем, это мы должны вот этот бок зашить. Вот таким образом. Сейчас я также его сколю. Здесь вот сейчас мы его зафиксируем. Собираем этот шов на верлоке. Здесь у меня получились такие открытые срезы, да, и вот такая нитка тянется. Вот чтобы, ну, она здесь не болталась, какие-то кончики не болтались. Значит, я сейчас, во-первых, разберу эту цепочку и завяжу узелок здесь вот и при помощи булки все эти хвостики заправлю в шов. Так, вот разобрались все мои четыре ниточки. По две соберу их, завяжу узелочек. Вот и хвостики заправлю в шов и будет аккуратненький край. Все четыре нитки вместе. Ну и вот эти хвостики мы сейчас заведем вот сюда вот в этот шовчик. В этом можно обрезать. Все, получился аккуратненький краешек. Такой вот. Следующий этап, я должна косой бейкой оформить горловину. Она у меня будет черная. То же самое будет внизу. Ну, теперь будем оформлять горловину и не с черной косой бейкой. Так же ее сюда помещаю. Вот. Ну, можно, кстати, пару шовчиков сделать, чтобы резиночка начала уходить. Вот. А потом подать изделие. Давайте так сделаем. Вот. За резиночку слегка подтяну, чтобы она пошла. Вот. Два-три стежка. Видите, она двигается. А теперь я подам сюда изделие. Причем, смотрите, здесь у меня будет всякого рода вот такие швы, вот эти вот такие уплотнения. То есть это устройство абсолютно легко справляется вот со всеми этими сложными вещами. Я думаю, что если вы будете это как-то делать на машине двойной иглой, ну, наверное, это не очень будет привлекательный вид иметь. Тоже, наверное, слегка буду подтягивать, чтобы не было у меня фалдов. Потому что все-таки это резинка. Ну, так же, как и рукав. Просто вообще идеально все пришито. Вот в этих местах утолщений, на швах, то есть нигде ничего не выехало. Все очень замечательно. Вот. Сейчас будем пришивать горловину. Горловина имеет неровную поверхность, изогнутую, поэтому здесь я уже скорость большую применять не буду. Мне важно, чтобы пройти все вот швы, уплотнения, ну, и все округлые такие вещи. От плеча, ну, и вот потихонечку смотреть, чтобы здесь все очень хорошо укладывалось. Ну, тоже идеально пришито с обеих сторон. Так, сейчас собираем плечо с черной стороны. Нужно выровнять край по косой беечке, чтобы он здесь был, ну, симпатично смотрелся. Ну, и на верлочок. Остается посадить его. Ну, и боковой шов. Ну, что, последний этап с косой бейкой, это низ рукава. Также опять заправляю, чтобы хвостик остался у меня. Опускаю лапку. Можно сделать два-три стежка. Вот, ну, и, в принципе, можно подавать. Здесь низ рукава по прямой, поэтому я тут уже так осторожничать, как с горловиной не буду. Опять-таки повторюсь, просто идеальная строчка. Ну, и последний шов, это вот этот вот, который бок-рукав. Вот этот вот, чтобы футболка была завершена. Итак, дорогие друзья, мы только что сшили вторую футболочку. Вот, вот она. Оформили край эластичной косой бейкой. Потому что эластичная, потому что это трикотаж. Вот, очень аккуратно выглядит край. Будь то горловина, будь то низ рукавчиков или низ футболки. Как и обещала, покажу еще одно изделие, где можно применить косую бейку. Конечно же, такое изделие, это не единственное. Ну, это традиционный фартук, который обычно домохозяйки шьют, да. Здесь у меня использована хлопчатобумажная косая бейка. Вот, это не единственный пример, где можно использовать косую бейку. То есть, это, как правило, прихватки. Кто шьет много, знает, что обработать косой бейкой, прихваткой, но это святое дело. Это различные очечники. В общем, любой открытый край мы обрабатываем косой бейкой. Подписывайтесь на наш канал, вас будет ждать еще очень много интересного впереди. И смотрите наши видео.